Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Согласно закону, теперь экскурсоводам работать смогут только граждане России. Однако вступление этой нормы в силу отложено до 1 июля 2022 года. Подробнее в нашем следующем материале. Аттестаты будут выдаваться специальными комиссиями, которые будут создаваться региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа. Закон на самом деле долгожданный. Почти два года над ним велась работа. Закон вводит обязательную аттестацию гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков. Аттестация будет проведена на пять лет. Неаттестованные гиды-экскурсоводы и гиды-переводчики не будут допускаться до работы. Также документом вводится новое понятие «национальный туристический маршрут», который имеет особое значение для развития внутреннего и въездного туризма. В этот же день парламентарии заслужили отчет Счетной палаты Российской Федерации за 2020 год. Более 300 контрольных проверок и около полутора тысяч экспертиз в различных сферах провело ведомство. У нас был очень непростой год. Многим пришлось свою работу переформатировать. В том числе и Счетной палате Российской Федерации пришлось сократить количество проведенных мероприятий. Но я хочу сказать, что оптимизация этой деятельности никак не сказалась на качестве проводимой работы. Как отметил глава Счетной палаты, за прошлый год было выявлено более 3,5 тысяч нарушений, в том числе в сфере госзакупок. По итогам проверок в бюджет удалось вернуть свыше 16 миллиардов рублей. Особое внимание уделили оценке мер по снижению бедности. Ее рост замедлился на 2%. Мы были рады тому, что руководитель Счетной палаты считает первой очередной задачей государства борьба с бедностью. Это главная цель и главная задача программы нашей партии. Выступая на брифинге перед журналистами, представители партии КПРФ тоже прокомментировали законопроекты, рассмотренные на пленарном заседании Госдумы. В частности, проект, который инициировала партия. Мы будем настаивать и требовать, в том числе на том, чтобы в рамках нового бюджетного цикла расходы на здравоохранение были повышены. Напомню, что наша фракция внекла законопроект о установлении базового оклада для медицинских и педагогических работников на уровне двух минимальных оплат труда. Кроме того, парламентарии утвердили дату отчета правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2020 год. Он будет рассмотрен на заседании 12 мая 2021 года.